Если страной управляют с помощью кнута и пряника, то страна превращается в нацию толстых мазохистов. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. Все вы можете наблюдать, что в России начался огромный рост цен на продукты питания. После нового года нам обещают, что продукты питания подорожают еще как минимум на 20%. В частности, в последнее время очень подорожали рыба, подсолнечное масло и сахар. Правительство заинтересовалось ростом цен на подсолнечное масло и сахарный песок. И давайте разберемся сперва, почему подорожали рыба, подсолнечное масло и сахар. А затем вообще поговорим о том, почему в России такие высокие цены на продукты питания. Всему есть свое объяснение. Ну, во-первых, сахарный песок и подсолнечное масло это товары, экспортированные Российской Федерацией за рубеж. Вы сами понимаете, что за рубежом, за сахарный песок и подсолнечное масло производителю платят зелеными шуршащими доллярами. В России люди платят рублями, поэтому цена, конечно, в России значительно ниже будет, чем за рубежом. Поэтому производители подсолнечного масла и сахара пытаются, так скажем, уравновесить вот эти цены, то есть привести их в соответствие. Поэтому цена растет. Правительство предложило смехотворные меры по, так скажем, заморозке цен. Они предлагают просто установить предельную цену для подсолнечного масла и сахара. К чему это может привести? Это может привести к тому, что эти продукты питания пропадут в прилавках магазина. Как в свое время было сто лет назад, во времена военного коммунизма. Когда коммунисты приходили, извините, устанавливали везде цены фиксированные, отнимали у крестьян продукты питания, то же самое происходит. То есть методы руководства страной за сто лет абсолютно не поменялись. Ну и этому можно найти, в принципе, нормальное объяснение, потому что все руководство современное нашей страной, это бывшие коммунисты. А как известно, коммунистов бывших не бывает. Ну и все становится на свои места. Теперь поговорим о росте цен на рыбу. В частности, в Якутии, обратил внимание, в том году посмотрел какой-то развлекательный ролик о том, как в Якутии действует мороз на, так скажем, замерзание воды. В том году цена на рыбу Чир была 650-750 рублей за 1 килограмм. В этом году цены резко выросли. Цена 1 килограмма Чира уже равняется 1000-1200 рублей за килограмм. То есть путем несложных подсчетов, вычислений вы можете понять, что цена выросла в полтора раза, то есть на 50%. Это огромное подорожание. Опять же, тут есть свои причины. Ну, во-первых, Россия также вылавливает огромное количество рыбы, в частности на Дальнем Востоке. Помните, как-то были тоже ролики с Дальнего Востока, идут люди обычные, и кругом разбросана красная рыба. Лосось, горбуша, семга. Люди подбирают одну рыбу, вскрывают ее, вспарывают, и там красная икра. Берут следующую рыбу, вспарывают красная икра. Третью рыбу, вспарывают красная икра. Везде красная икра. Для чего это делалось? То есть вылавливали рыбу и просто ее выкидывали, для того, чтобы цена на красную рыбу в России не снизилась. Понимаете? Потому что, когда большое предложение, то спрос начинает уменьшаться. Кроме того, в России нет холодильных установок для хранения большого количества вылавленной рыбы. Но это, как говорится, одна беда. В Якутии еще другая беда есть. Мэр Якутска Сардана Афксентьева, как вам известно, голосовала против поправок в Конституцию и против обнуления обнуленыша. Сейчас против нее просто начинается самая настоящая информационная травля. Против нее направлены все средства массовой информации. Возможно, вот это резкое подорожание цены на рыбу как раз будет являться тем моментом, из-за которого Сардану Афксентьеву хотят устранить от власти. Но это уже мои личные, как говорится, мысли, размышления. Можете согласиться с ними, можете нет. Тут я тоже уже не уверен. А теперь давайте поговорим вообще о росте цен на продукты питания. Почему в России такие дорогие продукты питания? Ну, во-первых, начнем с того, что в России не так давно был поднят НДС, налог на добавленную стоимость, с 18% до 20%. То есть, грубо говоря, если товар, ну, скажем, стоит 100 рублей, с НДС вы уже платите 120 рублей. И эти 20 рублей забирает себе правительство Российской Федерации, государство. Далее, были введены различные налоги. Платоны, Меркурий и так далее. За это платят дальнобойщики. И, соответственно, дальнобойщики вносят вот эту плату в конечную стоимость продукта. Еще продукт дорожает. Кроме того, цена бензина. Во всем мире, обратите внимание, что когда цена на нефть пала, то, соответственно, уменьшилась цена на бензин во всем мире, кроме России. В России цена на бензин всегда растет. Независимо от того, падает цена на нефть, повышается, это не важно. Бензин всегда растет. Если мы будем брать стоимость бензина, вот, допустим, 100% стоимости, то 4,5% стоимости бензина – это различные налоги. То есть, для того, чтобы производитель доставил вам продукт конечный на прилавок магазина, соответственно, должны поработать дальнобойщики. Дальнобойщики ездят на бензине, на дистопливе и так далее. То есть, огромная добавленная стоимость идет от цены за бензин, которая в России, по сути, завышена в 5 раз. Если убрать различные вот эти вот налоговые поборы, то цена бензина упадет в 5 раз. То есть, будет цена бензина уже, допустим, не 50 рублей, а всего около 10 рублей. Это также влияет на стоимость товара. И самая главная причина, почему дорожают товары, это, так скажем, импортозамещение, которое в России, естественно, не удалось. Российская Федерация, правительство Российской Федерации нам постоянно заявляет о том, что государство предпринимает ответные санкции на санкции, которые вводятся против Российской Федерации. Но на самом деле, иностранные государства, в частности США и Европа, вводят санкции для российских олигархов и коррупционеров, которых они подозревают в коррупционной деятельности. То есть, в принципе, это справедливое решение тех же Соединенных Штатов Америки и европейских стран. У нас же все делается наоборот. И обратите внимание, что санкции вводятся не для Российской Федерации, а для отдельных лиц, замешанных в коррупционных скандалах. А в Российской Федерации все делается наоборот. То есть, вводятся санкции против целых стран. Из-за этого продукты питания несоразмерно вырастают. Многие продукты питания, медицинские препараты и так далее, различные материалы, они просто... Их просто нет. Начинается дефицит. Обратите внимание, как в свое время был дефицит в СССР. Кстати, вот этот вот искусственно созданный дефицит в СССР в конечном итоге привел к развалу страны. Я вижу, что правительство Российской Федерации просто ведет страну, намеренно ведет страну к развалу с помощью вот этих санкций. Они не обоснованы. Они не ведут к удушению, скажем, США, Европы. Они ведут к удушению населения Российской Федерации. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравились мои рассуждения. Или дизлайки, если вы не согласны. Но, пожалуйста, если вы не согласны, напишите, почему вы не согласны. И, пожалуйста, не надо писать там односложные комментарии. Ты дебил, ты идиот, ты говно и так далее. Это никому не интересно. Я буду таких комментаторов нещадно банить. В принципе, заслуженно и справедливо. Пишите развернутый ответ, с чем вы не согласны и почему вы не согласны. И как, самое главное, бороться с этим ростом цен. В принципе, как можно бороться? Ну, во-первых, надо убрать все эти налоги, поборы, Платоны, Меркурии. Надо закончить вот эту глупую войну санкционную, которая бьет в конечном итоге по населению Российской Федерации, а не по Европе, США. Надо все-таки национализировать, я считаю, железную дорогу. Потому что железная дорога – это стратегически важный объект, по которому доставляются продукты питания, материалы, какие-то военные, так скажем, техника, солдатские, так скажем, массы. То есть, это стратегический объект. И если он находится в частных руках, это ведет к тому, что страна в итоге является незащищенной. А так на самом деле и является. В принципе, так и есть на самом деле. Вот эти меры способны уменьшить цены на продукты питания. Ну и, конечно, НДС надо понижать, которые чрезмерно раздут до 20%. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что я изучал экономику Канады и экономику России. В экономике Канады, допустим, половина НДС, то есть, ну, допустим, 10% идет в муниципалитеты и только половина идет уже, так скажем, в центры страны. У нас все делается наоборот. У нас все деньги собираются в Москве, а затем уже просто как подачки распределяются по всей России. Если НДС распределять по регионам, то это будет способствовать, так скажем, уровню благосостояния регионов по всей России. Ну, в принципе, все уже. Ролик получается длинный. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Продолжение следует...